Это новости на губернии 33 в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. О главном к этому часу расскажем прямо сейчас. В Муроме появится современная детская поликлиника. Также в индустриальном парке АК восстановят старые железнодорожные пути. Не оставили без внимания и спорт. В городе построят открытую конькобежную дорожку с искусственным льдом. Все эти объекты во время рабочей поездки посетил губернатор Владимир Сипягин. Все подробности расскажет мой коллега Игорь Липский. Детская поликлиника номер один. Это здание построили в 29 году прошлого века. Раньше здесь находилась конюшня. За почти вековую историю строение пришло в негодность. Крыша покосилась, а со стен осыпается штукатурка. Экспертиза показала, через год здание признают аварийным. Медицинскую помощь в поликлинике получают 24 тысячи юных пациентов. Родители говорят, что они ждут не только улучшения условий приема. Они хотят получать услуги в одном месте. Три хирурга принимают на базе стационара лор. Врач принимает на базе стационара... Около километра. А, ну то есть, неудобно. Да, через мостик перейти. И надо еще перемещаться сюда. Да, то есть, они приняли здесь, но здесь идут туда. Приняли здесь, а рентген идут в корпус делать. Построить новое здание планировали в 2023 году. Но Владимир Сипягин убедился, ситуация критическая. Поэтому стройка начнется на год раньше. Новая современная поликлиника появится в Муроме уже в конце 2022 года по адресу Островского 2А. Первые финансовые средства из областного бюджета, которые будут выделены, предусматривают строительство фундамента, подготовка территории, коммуникации. Общая сумма где-то 25-30 миллионов рублей. Общая стоимость данного объекта 350 миллионов рублей. Поэтому первые средства уже будут здесь, они передвинуты. А в индустриальном парке АК построят новую дорогу и восстановят старые железнодорожные пути. Развитие инфраструктуры позволит в ближайшие полтора года привлечь сюда еще 8 резидентов и создать 350 новых рабочих мест. Сумма инвестиций предусматривает вложение инвестора изначально, то есть управляющей компанией. Сумма порядка 17 миллионов рублей. В дальнейшем происходит компенсация со стороны субъекта. Индустриальный парк открыли три года назад на базе бывшего Муромаш-завода. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 300 миллионов рублей. Сейчас здесь 7 резидентов. На предприятии изготавливают гидромеханическое и крановое оборудование. Его используют в том числе для космической промышленности. А на стадионе «Энергия» в следующем году появится открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом. Этим видом спорта в городе занимаются около 500 детей и подростков. Трое включены в состав сборной команды России. Есть еще и много ребят, которые уже входят в юношеские и юношеские сборные России. Поэтому хорошая тренерская школа, хорошая молодежь, много занимается. Длина новой дорожки – 330 метров. Одновременно здесь смогут заниматься до 120 спортсменов. Площадку будут заливать искусственным льдом с октября по март. А летом здесь будет роликодром для конькобежцев и лыжников. Финансовые средства в размере около 170 миллионов рублей уже по моему поручению предусмотрены в областном бюджете. Проект готов, экспертиза пройдена, строительство начнется вот-вот. И я уверен, что это даст определенный эффект для развития спорта не только на территории округа Муром, но и в целом Владимирской области. Искусственная дорожка будет открыта и для массового катания. Кроме того, новый объект позволит проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования. Игорь Липский, Андрей Беляков, Губерния, 33. До 1 июня во Владимирской области начнет работу новая платформа по лекарственному обеспечению. Эту новость озвучили в администрации области на совещании рабочей группы по ситуации с льготными препаратами. Одной из причин нестабильных поставок лекарств назвали неготовность главных врачей некоторых медицинских учреждений региона работать по новой схеме. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Большинство жителей области получают лекарства вовремя. В облздраве открыли горячую линию, на которую могут позвонить пациенты, у которых еще остались проблемы с получением льготных препаратов. И к другим новостям. Сегодня на отдых в Краснодарский край отправится первая группа многодетных семей региона, которые получили путевки по линии соцзащиты. Всего 113 миллионов на эти цели направляется. Почти 3000 человек туда поедут. Из них 1800 детей будут отдыхать на побережье Черного моря. Малообеспеченные семьи также могут оформить бесплатную путевку для ребенка на отдых в один из 25 лагерей Владимирской области. Родители, которые не хотят отпускать детей далеко, могут записать их на смену в социально-реабилитационных центрах. У нас при социально-реабилитационных центрах будут организованы группы дневного пребывания. Тоже интересные смены, разные направленности. И творчеством будем заниматься, и спортом тоже. В общем, порядка 900 таких ребят смогут днем отдохнуть на базе наших учреждений. Продолжаем выпуск. Во Владимирской области дан старт недели предпринимательства. До конца мая бизнес-сообщество станет участником сразу нескольких мастер-классов и дискуссионных площадок. Их цель – вывести предприятие на новый уровень, в том числе освоить экспорт в зарубежные страны. Подробнее о тонкостях ведения бизнеса в Азии и Египте в нашем материале. На Ближнем Востоке лучше самостоятельно приехать в компанию, показать себя и посмотреть офис. Речь не о трудоустройстве за границу. Здесь подробно рассказывают про экспорт. Спикер Валерия Кремс Владимирскому бизнес-сообществу открывает секрет. Как сделать товар востребованным в странах Юго-Восточной Азии. Если продукты питания, то нужно быть готовым по сертификации. То есть для всех жиров нужен халяль. Если какая-либо другая продукция, то нужно быть готовым к тому, что правильно нужно просчитывать логистику. И узнать о всех своих конкурентов на этом рынке, как международных, так и региональных. И, конечно же, правильно найти своих потенциальных партнеров. И рассматривать больше как дистрибьюцию, то есть работу через дисципликтеров. Мастер-класс прошел в рамках недели предпринимательства. Сразу за ним открылась дискуссионная площадка. Здесь представители преуспевающего бизнеса обсудили, каким должен быть ответственный экспортер. Мы разделили институт ответственного экспортера на три подтемы. Это внутренняя ответственность, это ответственность перед иностранным покупателем и ответственность перед государством. Статус экспортера – это не только почетное звание, но и налагает на себя какие-то определенные обязанности. Встречу инициировала администрация области в лице регионального центра поддержки экспорта. Это только одно из десятка мероприятий, направленных на развитие владимирского предпринимательства. Самое важное здесь, говорят бизнесмены, – возможность избежать ошибок. Можно, конечно, набивать свои шишки, но когда тебе их показывают, то есть эти грабли, они будут восприняться так, как надо. Мы сейчас посредством центра поддержки экспорта участвуем в различных выставках, в том числе международных. Я думаю, что все это поможет нам наладить. Если честно, без центра поддержки экспорта, я не знаю, сколько мы времени шли к тем моментам, которыми мы сейчас занимаемся сейчас. В прошедшем году центр направил на поддержку экспортеров 54 миллиона рублей. Несмотря на пандемию, уровень поставки товаров за рубеж в регионе вырос на 13,5%. В этом году предпринимательское сообщество намерено достичь еще больших показателей. Илья Лопушенко, Евгения Волкова, Дмитрий Манапов, Губерния, 33. И к другим темам. Во Владимире появился новый вид пешеходных переходов. Теперь горожане смогут перейти дорогу по приподнятой зебре. Новинка появилась на Судогодском шоссе рядом с остановкой общественного транспорта «Коммунар». В отличие от привычного перехода, этот возвышается над дорогой на 7 сантиметров. Он представляет из себя небольшой панду со специальной разметкой. Водители вынуждены снижать скорость перед возвышенностью. Это позволяет пешеходам безопасно перейти дорогу. В этом году подобный пешеходный переход планируется оборудовать на улице Большая Московская в районе Центра изобразительного искусства. Данная конструкция не уникальна. В ряде крупных городов, в том числе в Москве, успешно применяется такая технология. Приподнятый переход появился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В мэрии оценку этому эксперименту дадут позже, пока авторюбители и пешеходы будут привыкать к нововведениям. Если данный пилотный проект пройдет успешно, то, возможно, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос об организации подобных пешеходных переходов на других Владимирских улицах. Специалисты Владимира Суздальского музея-заповедника восстанавливают редкую книгу «Евангелие XVI века». Издание поступило из Суздаля. Древний том демонстрируется в экспозициях Спаса Ефимьева монастыря. Книга отличается красочными миниатюрами и многоцветным орнаментом. Сохранить уникальное оформление «Евангелия» – главная задача реставраторов. Особенность заключалась с реставрацией в том, что сами накладки сделаны из серебра, и они позолочены. Нужно было очень тактично убрать загрязнение, не тронув позолоту, чтобы позолота осталась в авторском виде. Хотя, конечно, при жизни, в процессе бытования в храме она была потерта. Нам максимальная задача стояла над тем, чтобы сохранить эту позолоту. Это издание «Евангелия» считается ровесником богослужебной книги под названием «Апостол». Она была издана в 1564 году. Сейчас древняя рукопись проходит комплексное восстановление. На ней работают сразу три сотрудника Владимира Суздальского музея-заповедника – реставраторы книжной графики, тканей и металла. Книга находится в процессе реставрации. То есть полной сборки еще нет. То есть нужно смонтировать ткань бархат, который ранее сдублирован, тоже удалены загрязнения с него. Потом неаккуратненько прибить серебряными гозиками авторскими на место накладки все. И тогда вот уже мы увидим предмет после реставрации. Праздник для меломанов. В шестой раз во Владимире проходит фестиваль «Джазгром». Ежегодный фестиваль собирает на Владимирской сцене джазовых музыкантов мирового уровня. В программе первого вечера выступления коллабораций владимирских коллективов и солистов, а также московского квартета Дмитрия Купцова. Владимирские меломаны могли услышать не только известные композиции, но и познакомиться с жанром джаз-мануш. Стиль, зародившийся в 30-е годы во Франции, то есть это европейское направление джаза, поэтому оно немножко больше развито в Европе. Сейчас, правда, уже, конечно, во всем мире, но начиналось оно во Франции. И основоположником был замечательный гитарист Джан Грейнхард, который на самом деле является основоположником соло-гитары вообще в джазе. Сегодня состоится второй завершающий вечер фестиваля. На нем выступит фонограф, джаз-квинтет и художественный руководитель проекта Сергей Жилин. Владимирские музыканты отмечают, что местная публика очень интересуется джазом. Доказательством этому полные залы на фестивалях. Ну, конечно, по реакции публика всегда реагирует более ярко, чем, например, на концертах классической музыки. Это я как классический музыкант наполовину могу сказать. Ну, энергетика в зале. Это все новости к этому часу. Еще больше информации на сайте trc33.ru. Журналисты губернии 33 продолжают следить за развитием событий. Не пропустите итоговый выпуск в 19.00, который проведет мой коллега Виктор Тихонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова